Привет, мои хорошие! Сегодня я хотела поговорить с вами об ароматах рождественской ночи, новогодних праздников. Приближаются праздники, приближаются корпоративы, и все мы хотим, конечно же, вкусно пахнуть по-новогоднему, по-вечернему. И я решила подобрать несколько ароматов, которые, мне кажется, идеально впишутся в вашу атмосферу, праздничного настроения, ваше настроение, ваш образ. И давайте начнем. Я не знаю, сколько у меня будет ароматов, потому что у меня огромное количество стоит на столе передо мной этих красивых, ярких, таких рождественских, зимних, вечерних ароматов. И надеюсь, что вам подборка понравится, что-то вы для себя найдете. Так, тут у меня куча коробок, вокруг меня тоже, потому что подоставала все парфюмы и коробки побросала. Давайте начнем, пожалуй, даже не знаю, ну, Рождество, новогодние праздники, что это такое? Ну, это, естественно, уже мандарины, лимоны, апельсины, пряничные печенья, имбирные печенья, ёлочные какие-то ароматы, да, ёлочные ароматы, еловые такие, хвойные ароматы. Всё то, что создаёт нам настроение праздника, то, что нам поднимает шампанское, тоже прекрасный вариант аромата, тоже такое игристое, сочное, нежное, да, и холодящее. И, пожалуй, я хочу начать с ароматов таких более томных, более таких чувственных, более таких загадочных, на мой взгляд, которые олицетворяют именно атмосферу праздника. Это ароматы специевые. Один из таких ароматов я прям вот как есть, так и буду показывать. Это аромат от лаборатории Альфатива Кашмир, Кашнуар, правильно? Это специи, это корица, это мускатный орех, это ваниль. Это такое мягкое облако, окутывающее вас женственностью, чувственностью, специями. Очень вкусно, очень, знаете, съедобно. Хочется прямо вот слопать этот пирог коричный, либо это печенье имбирное. Вот он такой красивый, сочный и очень-очень женственный и тёплый. Корица на первом плане. Ещё один аромат, который похож по направленности, у меня много таких ароматов, которые все похожи по своей направленности. Это брико фара. Это тоже очень красиво. Здесь корица, она просто обнажена. Корица как специя, как подложка для ванильной базы. Очень красивый, он более яркий, более такой душистый, согревающий и вот именно он сочный. Вдыхаешь и всё, всё. Какая-то косточка даже присутствует, вот вишнёвая. Знаете, аромат по направленности табака-ваниль, но более, что ли, коричневый, более специевый. Очень красивый, по-моему, он по-другому сейчас называется, у меня версиями на фара, что-то гарема связанное, такое восточное, сладкое, коричневое направленность. Очень красивый именно в зимний период, в рождественские праздники, великолепен. Следующий аромат из той же концепции, из той же линейки, Lost Cherry, Tom Ford, но он более мягкий, более такой метоловый, я бы даже сказала. То есть более прохладнее. Вишенка, естественно, вишнёвый лист, табачный лист, какой-то табачные ноты, кожаные нотки. Ну и, конечно же, корица, ваниль обрамлена. И вот почему-то мне вот ментоловостью отдаёт, именно ментоловые нотки дают. Не знаю. На этот парфюм, кстати, я получила негативный отзыв. Я набрызгалась, считая, что я потрясающе просто пахну. На что мой мужчина сказал, что он терпеть не может ноту корицы. Вообще, ну, это, как говорится, всё субъективно. И кому-то нравится, кому-то нет, выбирайте сами. Вот вариант коричневых ароматов, как Lost Cherry. Следующий аромат, который тоже по своей направленности такой корично-специевый, целый, это Кхалтат Найт. Это вишенка, это корица, это ментоловость. Вот мне этот аромат не... Он мне нравится... Мне его нравится обонять на ком-то другом, нежели на себе. Потому что на себе лично я слышу... Ну, уж простите, любители этого аромата, я слышу именно пивные какие-то бочки, пивные пабы, где разлитая просто алкоголь, вот пары алкогольные. И, да, вишня, вишня, вишня. Вишнёвое пиво, разлитое на деревянной поверхности. Но он красивый, я ничего не могу сказать. Но не на себе. На ком-то, да. На себе нет. Красивый Кхалтат Найт, тоже с коричневыми нотами, с вишнёвой косточкой. Почему нет? Почему нет? Не надеть его на новогодний праздник. Почему нет? Следующий аромат, который я покажу, это будет тоже восточный красавец. Аромат от Латафа. Хамра. Здесь уже нет вот этих вот вишнёвых косточек, да, нет вот этой особо сильно корицы. Здесь уже более нежное, ромовое что-то такое. Сочное, тягучее, одурманивающее. И даже какое-то яблочное такое настроение. Очень красивый, очень мягкий и такой обволакивающий, тягучий, слегка медовый такой аромат. Да, ромовый, да, такой слегка кофейный, да, такой пьяненький. Очень красивый, очень чувственный и очень-очень-очень тёплый. Мне кажется, что он прекрасно дополнит образ рождественских нарядов, либо новогодних нарядов. Очень-очень красивый. Что мы ещё посмотрим? Давайте посмотрим, наверное... Вот Мореско на меня смотрит. Вот у него есть, знаете, вот есть конфеты After Eight. Вот у него вот такая тоже послевкусие ментовая. В этом аромате это Кантесса Мореско, звёздчатый анис, то есть анис тоже в углёб добавляется. Это основной такой компонент. Квоздика, мускатный орех, анис, роза, что-то... Жасмин такой. Он прохладный. Он как бы вроде бы тебя обжигает, но обжигает своей прохладностью. Такой, очень такой аромат, который требует к себе особого такого деликатного настроения, особого отношения. Очень красивый, и он праздничный. Конечно, он такой огонь, огнище будет. Обязательно будут спрашивать, что на вас за аромат, потому что он просто привлекает к себе внимание. Яркий, звонкий, он прохладный и в то же время обжигающий. Очень красивый, мускатный орех, анисовый, звёздочка, да, вот это. Жасмин, роза, бобы тонка, ваниль в конце. То есть это всё согревается, подогревается. Амброксан и мускус. Чувственный до безумия и очень-очень-очень-очень стойкий аромат. Следующий аромат, который бы я хотела вам показать, тоже вот он такой очень яркий, очень волнительный. Оммаж Джорни. Он сладкий, он медовый, он такой тягучий, табачный. И в то же время он пудровый, ванильный. То есть он такой... Просто заполняет вот всё вокруг себя. Очень такой яркий, насыщенный. И вот он почему-то мне цвета красного видится. То, что как раз прекрасно будет в образе. Красные какие-то ткани, красная одежда, что-то чёрное даже. И просто вот этот аромат. Он безумно красивый, безумно стойкий, безумно шлейфовый. Великолепный, тёплый, согревающий, медовый, такой сладковатый. И в то же время цветочек на пудровый, воздушный. И в нём есть воздух. То есть он не прибивает тебя прямо к земле, что ты не можешь подняться. Нет, очень такой джорни, путешествия во времени, вне времени. Прекрасный аромат на праздники великолепен. Следующий аромат, который бы я хотела предложить вам одеть в новогоднюю ночь, либо в рождественскую ночь, это опера от Саспира. Это обязывающий аромат, конечно же, он с металлическим таким подтоном. Он холодный. Тут у меня котейка пришёл, видите, решил мне помочь с описанием ароматов. Аромат опера – это аромат пачули, то есть аромат прохладный, вдумчивый. Это не такой аромат, который ты просто взял, одел и пошёл. Нет, в нём нужно, образ для этого аромата нужно продумать. До мелочей, буквально он такой возрастной, неправильно сказать, он статусный. Он даёт такой вот эффект дороговизны, то есть аромат дорогого, успешного человека. Потрясающей красоты. Шлейф на миллион, стойкость на миллион, красивый. Ну, это, наверное, Ксержо, Саспиро – это одно и то же, только вид сбоку. Вот. Опера потрясающий, волнующий, чувственный и в то же время статусный аромат. Такой же, как вот Мореску, со своим вот таким характером. Очень характерный аромат. Ну, давайте уйдём от этой характерности, да, наверное, чтобы не так уж слишком быть таким серьёзным. Давайте наденем что-нибудь такое мягкое, сладкое и такое съедобное. Это у меня морфь, и аромат называется Indomable. Indomable. Очень так сложновато прочитать. Индомовый аромат старичок, он уже поменял цвет, потому что до этого он у меня был более, 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 более такой светловатый. И это ваниль, это амбра, это уд, это сладость, это бальзамичность такая, тёплый, пряный, очень-очень согревающий, окутывающий, укутывающий. Такой парфюм, когда ты можешь надеть что-то такое кашмировое, либо ангорку, даже бархатное, но такое мягкое, что-то очень мягкое. Даже джинсы подойдут в сочетании с какими-то такими мягкими свитерами. Очень красиво, очень мягко, воздушно даже, знаете, вот как будто взбили вот эту сладкую такую вату, припудрили её древесными нотками, припудрили её пудрой, ванилью, и вот она такая, и ты благоухаешь, такой весь... Вам не видно? Ты благоухаешь, и вот такой, как мягкий котик. Пахнешь вкусно-вкусно, сладко-сладко. Рекомендую, если вы не знакомы, познакомьтесь, потрясающий аромат. Сладко-вкусно, съем без остатка, да? Ну и жаль, что-то вартик спрятался, тебя даже не показать. Так, забыла вам показать ещё один парфюм, который просто классическая, мне кажется, вариация рождественской ночи, новогодней ночи. Это шалемар, конечно же, восток, восточный, женственный, чувственный, специи, цветы, воздух в аромате, но в то же время тёплый, окутывающий и очень-очень комплиментарный. У меня это, не помню какого года, то ли 2006 года флакон, уже старичок у меня, я его, конечно же, берегу, но люблю тоже его иногда вот так вот набрызгаться и просто балдеть от этого аромата. Очень вкусный, не буду долго на нём заострять внимание, вы можете прекрасно прочитать про него, нисколько не новинка, да? Вот мой котичек там со мной сидит. И, наверное, покажу вам то, что я бы сама надела на новогоднюю ночь. Я бы надела, пожалуй, наверное, четыре аромата, которые бы я надела на новогоднюю ночь. Это, стояла бы у меня загвоздка, это Guidance, например. Очень, да, это не новогоднее настроение, но здесь есть какая-то сочность, есть цветочность, есть воздух, есть тепло и есть какая-то манкость. Вот это то, что я бы хотела излучать в новогоднюю ночь от себя, и вот эту вот такую приятную негу, и чтобы был шлейф, и чтобы был запоминающийся аромат. Guidance очень красивый, сочный, слегка сначала прохладный, потом становится тёплый, розовый. И дополнен именно, на мой взгляд, кокосовым молоком, но на фрагрантике пишут, что это миндальные орешки, возможно, но я слышу кокосовое молоко. Также бы я надела с удовольствием Atomic Rose. Это Делина, только это мягкая Делина, округло-окутанная, знаете, такая вот разбавленная чем-то, эксклюзив, Делина-эксклюзив, я говорю про неё. Здесь нет помадности, но здесь есть статусность, здесь есть воздух и тепло одновременно, округло-окутывающий, мягкий, женственный, чувственный аромат. Не для девочек, но я из себя девочкой не считаю, поэтому я бы с удовольствием его тоже надела в новогоднюю ночь. У неё есть даже какая-то зеленца еловая. И также бы я надела с удовольствием, может быть, даже я бы их смешала, вот эти два аромата, Atomic Rose и Psychedelic Love, потому что, ну, здесь вот, хо-хо-хо, здесь гелиотроп даёт какой-то аромат лекарственного какого-то средства, но в то же время здесь есть шоколад или кофе, либо табачные ноты, ванильные ноты, пачули, вот он такой более такой землистый, древесный, и такой, порой даже пахнет по-мужски, и вот чтобы вот эту мужскую тему разбавить, да, на моей коже это так и выдаётся, я бы добавила вот их два, вместе смешала, было бы великолепно. И, наверное, я бы также одела именно кармино, потому что вишня, вишня это вкусно, это сладко, это сочно, здесь роза, здесь амбра, и здесь амброксан, который и кашмировое дерево, и они вот очень мягко, вот как ванильное такое облачко, как вот ты как будто бы сел на какое-то облачко, либо ты окунулся в это облачко, и просто наслаждаешься вот мягкостью, пушистостью, нежностью, и вот таким вот котиком, да, да, мой котичек, ты пришёл ко мне помочь, ты пришёл ко мне помочь, вот такая красота. Вот такой бы парфюм бы я надела в новогоднюю ночь, пишите, пожалуйста, что бы вы надели в новогоднюю рождественскую ночь, может быть, ваше мнение отличается от моего, ну, конечно же, мы не говорили ещё про классику жанра, это Шанель номер пять, либо Коко, либо Алюр, ну, то есть вот такое что-то, наверное, я сделаю такую подборку ароматов, именно холодных ароматов, на мой взгляд, на зиму и холодного звучания, не тёплого, да, а именно холодных, потому что не все люди любят тёплые ароматы, холодные тоже имеют место быть, поэтому пишите, пожалуйста, если вам интересна такая тема, я постараюсь сделать такую подборку, и до скорых встреч, всех целую и обнимаю, ваша Елена, спасибо, что смотрели, пока-пока, пока-пока. Пока-пока-пока-пока.